Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В Анапе может появиться свой Арбат с выставками фотографий и картин талантливой молодежи курорта. С наступающим новым и безопасным годом мы составили рейтинг наиболее распространенных рисков. Встречаем победительницу чемпионата России по художественной гимнастике. А сейчас обо всем подробнее. В Анапе может появиться свой Арбат с выставками фотографий и картин талантливой молодежи курорта. Такое неожиданное предложение сделал Сергей Сергеев на встрече со студентами и школьниками. После полутора часов общения ребята признались. Теперь они узнали, какой он настоящий мэр Анапы. Разговор с молодыми людьми без подготовленных вопросов. Но кто в это поверит? И между тем тема заранее главой не обсуждалась. Ребята, конечно, готовили свои вопросы на встречу с мэром, обсуждали их в своем кругу. Они хотели, чтобы диалог получился взрослым и значительным. Ну а Сергееву хотелось увидеть, чем живет нынешняя молодежь, о чем думает, чего хочет для города, который любит. Все анапчане, нет? Любите город свой? Сильно, нет? Очень сильно, да? И хотите, чтобы он был красивый, уютный, гостеприимный, да? Ну вот, сейчас проехал по полосе А от администрации сюда, да? Возле Анапы океан роют, здесь тоже строят. Ну, вроде как из согласия, вроде как, ну за параметры вышли, я вам сразу скажу. Вот, предвидя вопрос, а он, наверное, будет у вас. Как мне работать? Работается. Не делайте, когда вырастите и выучитесь, все только на пользу себе. Подарки дарить гораздо приятнее, нежели их получать. Намного приятнее, вот задумайтесь. И попытайтесь один раз сделать близкому человеку, знакомому подарок. В виде того, что не рыть на улице, помыть автобус с номером 111, там, 114, да? Не хамить пассажирам, не обдирать в такси баснословные цифры и суммы, называя. Убирать возле своего двора, поменять лампочку. Студент правового института Иван Марченко поинтересовался мнением Сергея Павловича о том, когда же придет время, регулирующее законодательно поведение в социальных сетях. Той жизнью, в которой вы живете сегодня, для меня, как для человека взрослого, не все понятно. Вот почему вы отдаете предпочтение, допустим, общению с компьютером, а не общению с друзьями на улице, с мячиком. Вот для меня непонятно. Должно вырасти поколение. Именно в интернете. Вот ваше поколение. И привел пример из своей жизни. Я когда-то был в 23 года самым молодым командиром строевого подразделения в Краснодарском крае. Самым молодым. И закончилось это не очень хорошо. Почему? Потому что председателю райисполкома было за 50, первому секретарю тоже под 60 лет, прокурору примерно столько же. У нас ничего общего не было, понимаете? И мои амбиции, то, что я вот уже жар птицов поймал, и фактически под моим контролем находятся дороги трех районов Краснодарского края, и я решаю судьбы людские. Ну, слишком рано эта власть досталась. Вопрос, который глава пытался предварить в самом начале разговора, все-таки прозвучал. А тяжело ли быть главой города? Я работал в структурах, работу которых до того, как был избран главой, работу которых не видно. То есть результат получаешь через год, через два. Возможно, и вообще для людей не виден этот результат. Чем отличается работа главы? Почему у меня есть сравнение? И я предпочел эту работу той, хотя, ну, очень люблю свои профессии. Потому что результат я вижу сразу. Вот если бы я этого удовлетворения не получал, я бы, наверное, главой не работал. Потому что в течение рабочего дня, да и не только, получать столько негатива... Когда вслед прозвучал вопрос о его рабочем графике, предложил, не раздумывая. Я вам предлагаю, знаете, какой вариант? Побудьте со мной день. Просто тенью. Интересным предложением откликнулся Сергей Павлович на вопрос, как рассказать о себе как можно большему числу людей, молодым талантам, фотографам и художникам. Мы можем сделать свой арбат. Сделаем проект благоустройства. Обсудим его. Сделаем благоустройство. И это будет место, где вы сможете выставляться. Ребята говорили с главой на злободневные темы. Обсудили ситуацию в мире, агрессивную политику, которая сегодня проводится в отношении России. И закономерно, что в финале беседы была затронута самая важная тема – грядущий юбилей Великой Победы. Заданный Сергеевым тон сделал разговор живым и полным эмоций. Как позже признались ребята, теперь они узнали, какой он – настоящий мэр Анапы. Продолжаем выпуск. До Нового года и зимних каникул осталось чуть меньше месяца. Специалисты, медработники и пожарные предупреждают. Будьте внимательны и осторожны, чтобы праздники запомнились яркими и приятными. Рейтинг самых распространенных рисков составила Алина Гумерова. Традиционно Новый год – время праздничных салютов, бенгальских огней, хлопушек, пора пиротехники и повышенной пожарной опасности. В погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь. Поэтому на первом месте рейтинга пиротехника – это те же взрывчатые вещества, способные натворить немало бед, если с ними неправильно обращаться. По статистике, в праздники количество пожаров увеличивается в два раза. В преддверии Нового года и зимних каникул в Анапе проводят рейдовые мероприятия с целью обеспечения максимальной безопасности праздничных дней. Мы совместно с сотрудниками ОФПС, полиции, ВДПО выполняем эти мероприятия. То есть мы не проверяем, мы проходим и людям подсказываем, рассказываем. То есть проводим пропагандистские мероприятия для соблюдения требований пожарной безопасности в жилье. Многим хочется придать празднику атмосферу романтики. Самым популярным и доступным средством являются свечи. На них можно любоваться часами, они создают особое настроение. Но украшать елку свечами, бенгальскими огнями или другими источниками открытого огня нельзя. Иначе ее не придется долго упрашивать, елочка, зажгись. Еще свечи ставят на столе, а потом забывают о них и в полу веселья опрокидывают. Свечи – источник опасности номер два. В пожарном подразделении Анапы сотрудникам социальных служб еще раз напомнили о правилах пожарной безопасности, чтобы те при посещении семей, находящихся в социально опасном положении, обращали внимание на бытовые условия, в которых проживают анапчане. Очень много домов, квартир, где есть нарушение эксплуатации печного газового оборудования. И обращаясь к работникам социальной службы, хотел бы их попросить, чтобы они обращали внимание именно на тот факт, где неправильно выполнена эта сложена печь, есть трещины в дымоходах, и если там стоят постельные принадлежности, кровати, диваны, и люди там проводят и дни, и ночи, это может стать причиной пожара, это может стать причиной гибели. Встречать Новый год вместе с пожарными или тем более в роли погорельца никто не планирует. Поэтому всем необходимо знать о правилах пожарной безопасности. Сотрудники пожарного подразделения Анапы проводят дни открытых дверей. Анапчаны гостей курорта приглашают посетить центр противопожарной пропаганды. Здесь проведут экскурсию по залам и напомнят правила поведения в любой чрезвычайной ситуации. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 56281. Встречаем победительницу чемпионата России по художественной гимнастике. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы вернулась с российских соревнований «Надежда России», которые проходили в Пензе. Анапчанка стала победительницей соревнований в финале на опорном прыжке. Спорт словно вселенная, в нем тоже зажигаются звезды. И еще одна звездочка уже зажглась в спортивно-юношеской школе «Виктория». Евгении всего 15. Она уверенно идет к поставленным целям. Для этого у нее есть и характер, и закалка, и не менее важное упорство, настойчивость и воля к победе. Я довольна том, что она не начала заниматься для себя. Вот как вот дети занимаются, начинают. А будем ходить, а для себя. Нет, она вот землеустремленно идет вперед. Она, как она сказала, я хочу быть на Олимпиаде. Шарики и громкие поздравления. Так воспитанники спортивной школы встречали победительницу. Каждый хотел узнать, как прошли соревнования, на что стоит больше обратить внимание на тренировках. Поздравляем! 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 Спортивная гимнастика – это один из красивейших, динамичных, зрелищных и популярных видов спорта. Уже в раннем возрасте Евгения занималась им. Все свободное время она посвящала тренировкам. Каждый день по 4 часа. 10 лет пролетели быстро и незаметно. Тренировки, соревнования, победы и удачные приземления. Там было много девочек, я не думала, что я первая стану. Просто постаралась, прыгнула. Всегда хотелось что-то новое, что-то делать и делать, стараться. Ходить ежедневно на тренировки. Соревнования в Пензе прошли на высоком уровне. В опорном прыжке мастер спорта взяла первое место. Но самые главные достижения еще впереди. Конечно, тяжело было, ничего не могу сказать. Но мы очень старались и, в принципе, считай достойно она. Выиграла свое первое место. Она очень упертая, очень. Вот это, конечно, наверное, и есть самым главным ее звеном. В ее достижениях, потому что она пока своего не добьется, а не успокоится. Жене было 4 года, когда она познакомилась со спортивной гимнастикой. Первый тренер-победительница вспоминает, сразу обратила на нее внимание. И еще тогда сказала, что девочка очень способная. Она, например, не умея плавать, мы ходили раз в неделю, своих гимнастов водила. Она, не умея плавать, бежит, бежит по бордюру. Как бухнется в этой бассейне, не умея плавать, в самое глубокое место. Вынырнет, опять занырнет. То есть она не боялась ничего. Я так думаю, что, конечно, вот это, я когда увидела, вот это такая бесшабашность, это она редко дается. Все поражаются характеру Жени. Она всегда идет до конца и добивается поставленных целей. Такими и рождаются чемпионы. Она поготовится к Новому году. В городе уже устанавливают елки, украшают городские улицы и здания. Свою лепту в создание новогоднего настроения вносим и мы. Открываем рубрику с наступающим Новым годом. Каким он был и чем отмечен, расскажут известные люди. Скажу, что год для нас был очень плодотворный. Специалисты готовят отчет по каждому отделению. То есть сводный отчет я получу только на следующей неделе. И потом уже в цифрах мы, конечно, опубликуем этот отчет по итогам года. Нет у нас пока чемпионов мира, Европы. Но я думаю, что будут. И хотелось бы поздравить всех анапчан с наступающим Новым годом. Пожелать, традиционно, наверное, пожелать исполнения всех заветных желаний. Чтобы никого из россиян, из анапчан не коснулись те страшные события, которые происходят сейчас на Украине. Чтобы жизнь наша продолжала быть мирной. И всем здоровья, здоровья, счастья. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. С пятницей 5 декабря в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 3, ночью 0, минус 1. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы, производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.